ну что давайте запишем большой гайд по дипломатии да и я расскажу как вообще в вархаммере можно как надо управлять дипломатии да потому что я честно говоря проходил за вампиров проходил за зверолюдов и по сути сильно на это внимание там не уделял а вот когда начинаешь играть за империю за людей да вот тогда начинаешь уже думать реально там за людей как раз очень важно дипломатии вот и плюс по лору да то есть здесь старый свет и есть империя она раздроблена на феодалов вот феодал друг другом воюют и в это время приходит там тима виде архаона вот и начал разбираться как она реально дипломатии работает и что нужно делать и по сути опять на ютюбе нихера нету как обычно давайте расскажу смотрите во первых ну вот я за империю игра надо и в чем в чем суть вот мы заходим на экран к другим лордам да и смотрите есть такая штучка вот она взаимоотношения и что мы здесь мы видим мы здесь видим что есть определенная цифра которая стремятся эти взаимоотношения вот я раньше еще не понимал как это все для чего это надо понятно что чем дальше тем лучше да понятно что всевозможные договоры да да всевозможные там если вы водитесь врагом этого лорда да то у вас будет расти к примеру взаимоотношения это вы здесь сделано так что с каждым ходом чуть-чуть взаимоотношения стремятся вот к той цифре которая написана вот и на каждом уровне там до 70 там до 60 на 40 зависимости там от того какая сила у вас до зависимости но я так думаю от того какая сила там в зависимости от того как раз и друг другу взаимоотношения базового поставленном и плюс зависимости от вашей сложности ильича здесь будет на каждом определенном этапе на каждой цифре будут доступны новые договора до того время это цифры не достигнет то у вас будет красненьким гореть потом будет гореть чуть-чуть желтеньким не оранжевым потом желтый потом там светло зеленый зеленый вот поэтому поэтому я здесь не буду объяснять да вот вот эти вот моменты я их объяснять не буду это думаю понятно все даже написано поэтому наша основная задача заключается в том чтобы сделать дипломатию чтобы у нас была вот эта цифра взаимоотношения на двигалась дальше вот вот смотрите здесь примеру с той же бретонии у меня есть возможность двигаться дальше то есть я следующий ход нажиму у меня цифры к там еще поднимется чуть-чуть вот плюс я сейчас например заключу какой договор если они согласятся и опять поднимется следующий ход вот опять еще договора заключая согласились и далее смотрите а есть вот например другой пример да это нортланд а вот с нортландом проблема с нортландом проблему в чем заключается потому что здесь уже цифра к подошла в плотную то есть ей дальше она не будет двигаться и у меня взаимоотношения дальше не будут расти и то есть я не смогу многие договора с ними заключить вот я напишись нажимаю на них и я например не могу комбинс он и сигнал и гады урек вот эти вот есть желтенький пример это право прохода да и так далее остальные я например уже не смогу отклоняем опять же делаем право прохода а сейчас они уже не дают ну окей то есть как нам сдвинуть вот эту линию ну во первых мы можем воевать с их противниками сражаться да и тем самым они будут нам лучше относиться со временем вот либо мы можем сделать следующее можно просто взять и судить выплаты и сделать здесь вот принести так и тем самым как бы тем самым мы отношения чуть-чуть подвинем вот дальше мы их подвинем до какого-то договора оборонительный союз либо торговля там либо еще что то и уже сможем заключить как раз вот это вот заключить этот договора этот договор нам поможет сдвинуть еще дальше взаимоотношения поскали вот таким образом можно потихонечку как бы начинать даже самого начала до компании своей уже потихоньку донатить например там тем же гномом до донатить с казны можно вообще в принципе дипломатии игру выигрывает а то есть я как потом попробую проиграть чисто с помощью постараюсь с помощью дипломатии выиграть то есть будут денежкам сбрасывать заключать военные союзы и с помощью этих военных союзов направляет своих союзников на какой-нибудь например и это будет интересный опыт да то есть это совсем другой геймплей поэтому я и говорю что создатели вархаммера нереально много чего придумали в этой первой части и люди кто первую часть поиграли и как бы херсти забили 2 появилась они на самом деле очень 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 многого в этой игре не поняли очень много смысла в ней не уловили а если вы начинаете разбираться да вот смотреть как это так можно играть то оказывается игра это не только про захват и упал войнушки да это еще можно и с помощью вот этого механизма дипломатии управлять зарабатывать денежку свою армию иметь небольшую да но при этом с помощью дипломатии передвигаться захватывать там нажимать пропускать ходы увеличивать взаимоотношения и так далее вот но опять же что касаемо а если мы пока рассказываем про империю про реклам да то есть я опять у меня новый старт был вот я здесь бретонию себе в друзья забрал но опять же здесь очень важно мидланд друзьях иметь притонию друзьях иметь и гномов друзьях и петь и так же потом захватить себе вот эти земли висла до и стерва для того чтобы потом сделать их вассалом забрать их никогда территории и с тем самым уже даже сейчас можно пытаться с помощью дипломатии напасть на то же попробовать